Преступники, судя по всему, были знакомы с внутренним распорядком на АЗС. На оператора напали около пяти утра, когда он вышел прибрать территорию. Однако не похоже, чтобы злоумышленники готовились к ограблению очень тщательно. Слишком уж небольшой оказалась сумма, которую им удалось внести с собой. Нападавших было трое. Избив старшего оператора у заправочного аппарата, они вошли внутрь, забрали имевшуюся выручку и скрылись в неизвестном направлении. Пострадал ли второй, оператор не сообщается. В сети распространяется видео, записанное только одной камерой видеонаблюдения. Работающий сегодня оператор сначала сказал, что в день ограбления на смене был именно он, и его никто не бил. Потом сообщил, что все записи с видеокамер кто-то забрал. Минуту спустя заявил, что записи самоликвидируются каждые два дня. И, наконец, объявил, что без согласования с руководством ни о чем рассказать не может. Здесь вечерец. Без согласования начальника я ничего не могу сказать. Так, в Волдоле наизусть? Да. И этого тоже не могу сказать. Чтобы не быть узнанными, трое 20-летних, как выяснилось, грабители обезопасились как могли. Они были в масках с прорезями для глаз и впечаткали для того, чтобы не оставлять отпечатки пальцев. Несмотря, однако, на все предпринятые имя меры предосторожности, молодых людей нашли и задержали почти сразу же после ограбления. Подозреваемых нашли во время проверки информации о совершении более тяжкого преступления. Задержанными оказались два 19-летних уроженца Нарынской области и 20-летний житель города Бишкек. Как оказалось, из кассы им удалось вынести лишь 7,5 тысяч сомов. Согласно уголовному кодексу, за это преступление теперь им грозит от 6 до 10 лет лишения свободы. После задержания подозреваемых лиц, завершения разбойного нападения по месту их проживания в городе Бишкек был проведен неотложенный обыск, в результате которого было обнаружено и изъятое вещественное доказательство, огнестрельное оружие, самодельное огнестрельное оружие и охотничьи гильзы к нему в количестве 21 штуки. Согласно статье 98 УПК Крымской республики, задержанные во дворины ВВС ГУВД города Бишкек, в настоящее время проводятся дополнительные следственные оперативные действия на установление подозреваемых к возможным другим и аналогичным преступлениям, завершенных на территории столицы. Как рассказали в ГУВД, пойти на преступления молодые люди решились после увиденного в виде разбойного нападения на торговый маркет «Супер Ашзан», которое произошло в конце апреля в одном из микрорайонов Бишкека и было освещено в средствах массовой информации, тогда угрожая оружием. Злоумышленникам в камуфляже и масках удалось забрать из кассы магазина 35 тысяч сомов. Уголовное дело было возбуждено также по статье «Разбой». Была создана группа из опытных сотрудников службы криминальной милиции МВД, столичного ГУВД и УВД Октябрьского района. Розыск преступников пока ничего не дал. В прошлом году в Бишкеке были задержаны подозреваемые в семи разбойных нападениях на магазины. Все трое за месяц до этого освободились из мест лишения свободы. Разбойные нападения они совершали в медицинских масках. Их задержали во время подготовки к совершению очередного преступления.